Полицейский МРИЛ напоминает о том, что на территории региона, в соответствии с указом главы республики Александра Евстифеева, действует режим повышенной готовности. Граждане обязаны находиться дома, за исключением нескольких особых случаев. К ним относятся обращения за экстренной медицинской помощью, следование к месту работы, а также к ближайшему магазину для покупки товаров и получения услуг. Выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания. Вынос мусора вблизи своих домов. Это касается и тех, кто не инфицирован и не находится под подозрением, то есть здоровых граждан. Речь идет о нарушении правил поведения именно при введении режима повышенной готовности. К примеру, если вы прогуливаетесь в парке, на детской площадке с ребенком, занимаетесь спортом на свежем воздухе или жарите компании шашлыки, это административное нарушение. За совершение указанного права нарушения, в соответствии со статьей 20.6.1 КОАП РФ, предусмотрена ответственность в виде административного штрафа от 1 до 30 тысяч рублей. Кроме этого, есть люди, которые находятся под медицинским наблюдением и вынуждены соблюдать строгий карантин. В их число попали граждане, контактировавшие с заболевшими или вернувшиеся из-за границы. Им строго запрещено покидать жилище в течение 14 суток с момента изоляции. Полицейскими на постоянной основе проводятся проверки данных лиц. В результате были выявлены 5 граждан, которые нарушили требования ст. 19.4.19.5 КОАП РФ. В отношении нарушителей составлены административные протоколы. По состоянию на 3 апреля текущего года при проведении мероприятий правоохранителями выявлено 25 нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Собранные материалы направлены в региональный Роспотребнадзор для привлечения граждан к административной ответственности по ст. 6.3 КОАП РФ. Также полиция напоминает, что за распространение в средствах массовой информации и в сети интернет заведомо недостоверной информации так называемых фейковых новостей предусмотрено административное наказание в виде штрафа для граждан в размере от 30 тысяч рублей.